Всем привет! При анимации высокополигонального персонажа почти всегда возникают проблемы с производительностью компьютера. Это видео поможет вам решить некоторые из них. Для примера рассмотрим файл из моего урока по экспорту персонажа из DAS Studio Blender. У этого персонажа есть анимация походки. Как видите, частота кадров при воспроизведении анимации слишком низкая для нормальной работы. Это потому, что в меше много полигонов. Но причина также в том, что у меша есть модификатор Subdivision Surface, а также системы частиц. В Blender есть функция, которая поможет отключить этот модификатор на всех объектах в сцене. Эта опция находится в Render Properties. Поставим галочку и раскроем вкладку Simplify. Поясню на примере куба, как работает эта вкладка. Добавим к кубу модификатор Subdivision Surface. Увеличим количество итераций. Здесь есть два поля Viewport и Render. Если в поле Viewport стоит цифра 2, а в поле Render цифра 6, то при работе с кубом мы видим угловатую фигуру с малым количеством полигонов. Но на рендере это уже будет шар, потому что для рендера стоит 6 итераций в модификаторе. Если для Viewport поставить достаточно большое количество итераций, то можно увидеть как уменьшается частота кадров при проигрывании анимации. Поэтому для Viewport надо ставить как можно меньшее количество итераций, чтобы можно было понять форму объекта. А для рендера уже ставить столько сколько нужно для красивой картинки. С одним объектом все просто, но что делать если в сцене много объектов с модификатором Subdivision Surface. Для этого есть вкладка Simplify. Здесь можно настроить количество итераций модификатора Subdivision Surface сразу для всех объектов в сцене. Вернемся к сцене с персонажем из Dust Studio. У всех этих персонажей есть модификатор Subdivision Surface, а также почти всегда он присутствует на одежде. С помощью вкладки Simplify уменьшим количество итераций для Viewport до нуля. Посмотрите как увеличился FPS, то есть количество кадров в секунду анимации. Но FPS у сцены равен 25, а мы получаем не больше 15. Чтобы еще улучшить показатели, скроем системы частиц и одежду. Эти вещи нам не нужны для анимации персонажа. Они нужны только для финальной картинки. Для моего компьютера этого оказалось достаточно, чтобы достигнуть 25 кадров в секунду. Но у меня достаточно производительная система. Процессор Ryzen 9 с 12 ядрами, видеокарта RTX 2070 Super и 32 ГБ оперативной памяти. На компьютере с другими показателями всех этих действий может быть недостаточно для достижения нормального FPS. Поэтому сделаем так называемый Proxy Mesh для персонажа. Это низкополигональный Mesh, который используется только для работы во Viewport и не выводится на рендер. Для этого в Object Mode выделим Mesh персонажа и скопируем его. В Outliner жмем Filter и активируем эти иконки. Скроем оригинальный Mesh из Viewport, а скопированный скроем из рендера. У копии удалим все ShapeCase. Их количество в Mesh также влияет на производительность во Viewport. Также в копии надо удалить все системы частиц. Перейдем в стэк модификаторов. Удалим Subdivision Surface и добавим модификатор Decimate. Переведем его в режим Unt Subdivide. Так Mesh сохранит свою базовую форму. Добавим итерации и применим модификатор. Proxy Mesh готов. Сним FPS во Viewport всегда будет равен FPS в настройках сцены. Вам не надо будет делать предварительный рендер, чтобы понять как будет выглядеть итоговая анимация. При этом если запустить финальный рендер, мы увидим высокополигонального персонажа с одеждой и волосами. Но если у вас слабая система и даже это не помогает, то я покажу как правильно делать предварительный рендер. На мой взгляд эта функция спрятана не совсем логично. Казалось бы она должна быть во вкладке рендер. Но нет, здесь расположены кнопки для финального рендера. Предварительный рендер мы можем запустить из этого меню View. В результате мы получим ту же самую без изменений картинку, которую мы видим во Viewport. Это практически скриншот, поэтому он такой быстрый. Обратите внимание, что здесь рендер идет не из камеры, а из окна просмотра. Такое видео можно использовать для предварительной оценки анимации во время работы. Напоследок еще пара советов про ускорение работы. Это даже не советы, а напоминания. Любой пользователь компьютера должен знать, что чем больше у вас открыто окон, вкладок браузера, проигрыватель видео и музыки, то тем больше ресурсов компьютера при этом тратится. Поэтому, если вы работаете в Блендер или другом трейдер редакторе и вам нужна производительность вашего компьютера, закрывайте все остальные программы. То же касается и интерфейса Блендер. Он очень гибкий и позволяет пользователю настроить рабочие окна на любой вкус, но не стоит злоупотреблять этим. Множество окон или много информации в окнах также могут замедлять ваш компьютер. Например, если в граф-эдитер включите отображение всех ключей, то это окажет влияние на скорость анимации во вьюпорт. Надеюсь, эта информация будет вам полезна и поможет ускорить вашу работу. Если так, то ставьте лайк и подписывайтесь, если вы еще не подписаны. У меня есть еще много полезной информации для вас. Всем хорошего дня, пока!